От новостроек до промышленных объектов. Губернатор Тверской области совершил 2 сентября большую инспекционную поездку по Твери. В фокусе внимания ключевые объекты, имеющие значение не только для областной столицы, но и для всего Верхней Волжья. Традиционно главу региона сопровождали представители прессы, среди которых была и Наталья Чекет. Совсем скоро в этих десятиэтажных домах появятся первые жильцы. Всего из аварийного жилфонда Морозовских казарм сюда переселится 451 семья. А на придомовых территориях для жильцов установили спортплощадки, парковочную зону и зоны отдыха. Дома возведены в Заволжском районе на улице Фрунзе. Переселение жильцов из Морозовских казарм планируют начать в октябре этого года, а закончить во втором квартале следующего. Общая площадь под переселение составляет более 17 тысяч квадратных метров. Квартиры сделаны под ключ. В каждой выполнена отделка, установлены электрические плиты и сантехника. А у жильцов седьмого по десятый этажей будет панорамное остекление. Позаботился застройщик и о территории рядом с домами. В процессе мы даже вносили некоторые изменения, улучшения. Светильники гораздо современнее, чем того требует норматив. Благоустройство сделано расширенное, много деревьев, спортивная площадка. То есть будет комфортно отдохнуть и детям, и взрослым. По итогам осмотра Игорь Рудене отметил современный внешний вид зданий, продуманное благоустройство придомовой территории. Высокое качество жилья и удобные для людей планировки. В этот же день глава региона побывал на месте строительства западного моста. На площадке продолжается устройство шпунтового ограждения котлована. Стапеля под надвижку металлического пролетного строения. Завершено бетонирование тампонажного слоя. Полностью выполнено устройство шпунтового ограждения котлована опоры номер два. Также Игорь Рудене ознакомился с ходом строительства детской областной больницы. Здесь полностью выполнено устройство монолитной плиты фундамента. Вдавливание свай. Во время рабочей поездки губернатор побывал на двух предприятиях, которые выпускают продукцию в рамках импортозамещения. Первой стала компания ТЭКОМ-производство. Здесь производят и проводят восстановительный ремонт железнодорожных подшипников. Сейчас у компании есть планы по расширению мощности. Создание завода по изготовлению конических подшипников для автомобильного рынка России. Второе предприятие – кофеобжарочное производство «Милфуд». В конце августа компания начала выпускать кофе «Поэти». Мы остаемся производителем премиального кофе. Все оборудование и ресурсы, персонал завода, который ранее производил здесь кофе, остается. То есть мы сохраняем знания, навыки и, самое главное, экспертизу в премиальном кофе. И буквально два дня назад мы начали первое коммерческое производство продукта под новым брендом «Поэти». Мощности компании рассчитаны на производство более 25 миллионов килограмм кофе в год. На предприятии налажены поставки зеленого кофе, который поступает на завод напрямую от производителей зерна из более чем 10 стран произрастания. Компания планирует наращивать выпуск продукции, производить не только зерновой и молотый кофе, но и запустить линию растворимого. Завершающей точкой инспекционной поездки главой региона стал дом номер два на набережной Степана Разина или дом ворошиловских стрелков. Сейчас здесь проводится капитальный ремонт. Напомним, что здание 1935 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Это историческое значимое место для нашего города. Это внешний вид, это центр города. Мы понимаем, что это объект, который будет привлекать внимание не только туристов, но и наших жителей. Проводится огромная работа. Были восстановлены чертежи изначально, по которым этот дом строился. Рабочие восстанавливают части разрушенной кирпичной кладки, реставрируют балконы, входы и лестницы. В процессе работ сохраняют и восстанавливают архитектурные элементы фасада. Баллюстрады, вазоны, фронтоны, колонны. Также ведется ремонт электроснабжения.